Многоквартирный жилой дом по адресу Новоспортивная 24, стандартная панельная девятиэтажка. Это здание вот уже порядка 30 лет представляет кров своим домощадцам. Сторожилы говорят, что этот дом заселялся в канун Олимпиады 80. За прошедшие годы дом неоднократно ремонтировался. Но в какой-то момент жителям первого подъезда наскучили серые однотонные тона, в которые были выкрашены родные лестничные площадки. Захотелось привнести свежих ярких красок. Идею подкинули самые юные жители девятиэтажки. Они захотели желание исполнять золотые рыбок, черепашки у многих жильцов у нас, я знаю. Вот нужно было потом березка. Вот есть березка. Говорят, а кто будет под березкой сидеть? Ну, например, зайчик. Ну, давайте зайчика нарисуем. Потом мальчик говорит, я в лесу видел ежика. Пожалуйста, ежик. Вот так вот пошли, пошли. В мае текущего года энтузиасты предложили своим соседям облагородить лестничные площадки. Посовещавшись, пришли к выводу, что разукрасить стены, даже не владея профессиональной кистью, не так уж и сложно. Было бы время и желание. Равнодушных к благому начинанию не оказалось. Дело осталось за малым – собрать необходимую сумму, накраски и сопутствующие материалы. Эту миссию на себя взяла старшая по дому Лариса Вытовтова. Собрали с людей по 100 рублей и покрасили стены и начали закрашивать. А на оставшиеся деньги мы купили цветы, где-то там тумбочки находили, поставили. Каждый постарался внести свою лепту. Мужчины вешали полки, на которых в дальнейшем разместили цветы в горшочках. На свежевыкрашенных стенах, благодаря женским рукам, появились сказочные герои и другие радующие глаз картинки. Разместили стенды с детскими рисунками. Мы так за счет детей вот так сделали. То есть идея полностью, все как будто для детей сделана. Просто разукрасили вот подъезд. Чтобы сберечь результаты своего труда, жильцы дома обратились в управляющую компанию с просьбой оборудовать помещение для консьержа. Ну здесь нужно все это поменять. Туда вот это все разбить и туда раздвинуть, поставить консьержку уже. Не забыли и о прилегающей территории. Управляющая организация СЭО «Трансиншстрой» выделила рассаду, которая уже успела превратиться в красочные клумбы. На ежегодном празднике двора жители подъезда заслуженно были отмечены грамотой от администрации городского поселения Денцова. Номинация гласила «Подъезд образцового содержания и порядка». В тех домах, где люди понимают, что ответственность за порядок наступает не при закрытой двери в квартиру, а при открытии двери в родной подъезд обязательно будет чисто и уютно. А стены будут украшать веселые картинки, аниматерные слова. Дмитрий Яковлев, Александр Мельханов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова